привет мои крошки фокус просто тут надо не дышать мы уже в поезде у меня абсолютно не было времени сегодня с вами с утра поздороваться поэтому на ночь глядя с вами здороваюсь мы ехать будем в плацкарте я заказала два нижних места выбор был невелик ну это хорошо два нижних места мы короче кайфуем здесь денька бегает люблю ездить в плацкарте уже в историю все говорила в инстаграме люблю ехать в плацкарте потому что малыши здесь веселее а в купе как-то мало места и вообще дышать тесно но обратно мы будем ехать купе потому что плацкартов уже не было к сожалению вот с нами едет еще две семьи я вас с ними познакомлю если они будут не против едет моя одноклассница со своим мужем с ребенком и едет ее соседка кстати которая делала мне что наделанный шугаринг вот тоже мастер мастер фломастер косметолог в общем то тоже едет с ребенком и с мужем так что мы с кристинкой выводы делать никакие не надо мы просто дружим наш со мной тебя не видно но я бы на вашем месте сделала выводы что мы что мы едем что мы втроем видим что мы классные подруги на ускорок крис не начинай опять нос вот так отсвечивает смешно дэня там короче к соседям пристает что кучение что там уже едем мы уже едем не мы еще не едем мы стоим да едем едем покажи где мы едем мы едем на жду как муравьишки в общем я жду пока включить свет потому что невозможно разговаривать фокус прыгает вот и надо уже расстелиться короче почувствовать себя хорошо тогда прощай ростов надо ну а скорее просто до свидания едем так дэня что тут устроил за беспредел я не поняла на всех телефонов играешь на покрестине ходит сапогами в курсе что они делают каждый сидит в своем телефоне все день ты телефон так разобьешь свой быстро очень надо чехол что ты там играешь машинки нет хочу давай рассказал нас пригласили вот это наш вагон который нужен только мы не знаем какое у них место кстати они нам не сказали с мы будем по слуху по слуху их искать тададам всем привет ссылочка в описании олега всем привет а мы с крестинкой тут болтаем знаете о чем нас не видно потому что светла кличан малыш не спит я тебе говорю не нужно знаете мы обсуждаем то что есть люди которые не смывают за собой не таких очень много но они строят из себя интеллигентов и таких людей очень легко выкупить вы знаете как крис раз они приходят в гости и забывают смыть за собой это те люди которые дома экономят на воде и у них постоянно воняет когда ты смеешься тебе напишут потом ну хрен с ним а никто не правда у меня отключены комментарии нет денег смывать вот я помню что мы как-то сказали с тобой что в деревне с водой тяжко и чё и мне все комментарии писали ой что за деревня в деревнях сейчас есть вода я грублю но деревни же разные бывают молодцы что они живут в деревне еще весь вода не везде есть конечно у нас вообще россия огромная и на самом деле очень много людей живут в тяжелых условиях так что многие просто приняли на свой счет кто живет в деревне они приняли на свой счет начали говорить что ой что за деревне то у нас все прекрасно в смысле деревне не в плохом смысле хорошим и то что не проводят туда воду и газ как полагается все экологично как бы как в первобытные времена тем деревне и хороша что уходишь от цивилизации да чуть в область уедешь у нас даже вот от центра ростова проедь как вам нас послушайте радио радио кристина и селена а что ты вставишь радио ночь я просто хотела сказать о том что не экономьте на воде это ваше здоровье пусть ваша жизнь пахнет и туалет пахнет просто на самом деле вы экономите на воде даже не на воде на там деньги да но запах который поднимается он тяжело на здоровье человека влияет даже тяжелыми это для тех кто экономит воду и не смывает за собой исключительно не принимайте на свой счет ну а сейчас рубрика радио ночь с кристиной и селеной заканчивается и мы увидимся с вами завтра обычно всегда заканчиваются песни 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 да я сейчас спою сейчас я такая пою а потом вы слышите мои крики и удары спят усталые игрушки книжки спят люди уже переворачиваются правую сторону не нравится и вздыхают очень тяжело ладно все пока ребят крис хоть жрать чипсы ой отвлекла ребят всем доброе утро мы проснулись пьем чай и едим чоколадку мою любимую сникетс знаете целуются там ну вот и море вот мы адлер и приехали к вам ну еще не приехали еще 10 минут алир привет у вас тут солнце херачит вообще погода огонь вот там наша именинница алир дети ты в блок попал Ой, хорошо у вас тут, кстати, да, тепло, да, Крис? Да, очень тепло. Я пожалела, что босоножки не взяла. Вау, как в гаретах. Вау, у нас чёрный мини-бэн. Сейчас мы все туда загрузимся всей грядкой. Мы приехали, заселение у нас с трёх часов. Хорошо, что здесь есть детская комната. Огромная такая, большая. Дыня, вон она стоит, фиксики смотрит, а пацаны играют. У нас, кстати, у всех пацаны. Классно, что? Я, как всегда, не могу без кофе. Да. Мы ждём заселения. Нам обещали на пять дней, на пять ночей. Нам обещали, кстати, заселение с часа. А вообще с трёх. Не плохо, а? Почему я спрашиваю? Не-не-не, это я тут сама с собой разговариваю. Просто есть и что. У нас там есть бизнес-ланч, по 320 рублей. Кормят вкусно. Четыре первых на выбор, а четыре вторых на выбор. Это прям можно заказывать в номер, да? Нет. А, это там где-то, да? Да. Очень вкусно готовят. Просто все туда вкусуют. Не знаю. В лифтах даже наша реклама, она там есть. В лифтах. А в номера кофе можно заказывать? Не приносят? Еду в номер не приносят? Не, ну, есть и только где-нибудь закажется. А-а-а, блин, печенка. Я хотела, чтобы каждое утро кофе было мне утром. Но это надо было со мной... Кстати, мне что нравится, здесь всё вот в таких вот белых... Белых диванах. Очень красиво. Бар такой, аккуратненький. Доброе утро. Доброе утро. Я вот... Что вы хотели? Чем я могу вам помочь? Я вот дошла. А вот там ребята играют. Ребета. Вот мы вышли из наших апартаментов. Что мы видим? Мы видим шикарную... Шикарный лес. Вот там вот горы виднеются. Вам, наверное, не видно. И здесь проходит канатная дорожка. На которой мы, наверное... Если вы видите, я не знаю, видно, нет? На которой мы прокатимся попозже. Оказывается, что здесь на высоту 940, по-моему, 540 или 960, подняться бесплатно. А если ещё выше подняться, то уже платно будет. А вот смотрите, я не знаю, видно, нет? Вот там просто гора ледяная. Видите, куда я показываю? Вот. Я прям вижу сосульки на деревьях. Это так прикольно. Вот, вот Денечка. Мы выехали, потому что я не понимаю, я сказала вам толком или нет, заселение с 3 часов. А мы все с детьми, нам сказали, что сейчас у нас заселят. Максимум, что они могут. А сейчас 10 часов. Вот нам, короче, 3 часа надо тусоваться. Вот это вот не кайф. Ну, посмотрим. Ну, не красотища, а... И всё в таких домиках красивых. Вот. Это вот наш. Откуда мы вышли? Канатная дорожка вот там. Красота! Горы вон виднеются. Красота! Мы добрались ещё чуть ближе. Вот. Что-то тут интересненькое такое. Горы, конечно, шикарнейшие. В Инстаграме просто мы всё истории закидали и ленту. А здесь ещё, смотрите, какие-то сувенирчики продают. Сейчас посмотрим, что там. Что за сувенирки там? Здесь немного открыто, но вот здесь продают натуральные камни. Дерево жизни. Красота всякая такая интересная. Серёжки. Мне вот эти понравились. Интересные такие. Это камень перламутр. Кресты даже, представляете, есть мои любимые. В общем, мы пока основываемся, обосновываемся. Здесь всякие магнитики, детские игрушки, брелки, в общем-то. Там то же самое. В общем, больше половины закрыта пока что. Может, ещё рано, в 10 утра только. Горячая кукуруза, сладковата мармелад, чурчхела. Я люблю чурчхелу, надо будет попробовать здесь. Мёд какой-то разнообразный. Здесь у нас разные травы. Вы, как видите, мы даже не подходим, да, пока что? Только осматриваемся. Крест, как тебе? Осматриваешься нормально? Как ты себя чувствуешь вообще? Я пока не очень себя чувствую. Подожди, твои первые впечатления. Всё красиво, хорошо, но я... А почему ты себя не очень чувствуешь? Мне нужно раздеться, полежать. А-а-а, понятно. Да, потому что холодно. Ходите, смотрите. Ой, каразельки! Та-та-та-та-та-та! Здесь, кстати, очень... Ксадзате! Очень много ресторанов всяких интересных, где хочется везде побывать. Вот ресторан «Гости» я вижу, потом там «Кавказская опухня» была. А вот... Ну, разные, в общем. Всё не упомню. Вот ещё чурчхелу продают здесь. Ещё здесь огромный торговый центр. И там наверху есть бассейн. Мы туда обязательно входим. Но это, наверное, вы уже в следующем блоге увидите. А то я в этот много напихалась. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Сейчас мы идём вдоль улочки. Впереди там горы. Слева у нас тут KFC, спортмастер. Наверное, вот торговый центр какой-то. А здесь у нас ресторан. О, боже, собаки. Так, я побаиваюсь собак диких в горах, которые шучу. Ну, мало ли, какие собаки. Короче, здесь гуляют, все тусуются. Очень красиво, очень-очень приятно взгляду всё. Я вам, кстати, буду делать анонсы, что будет в следующем влоге. Потому что в этот влог мы заселимся. Наверное, отметим день рождения Леннона. Блин, хотя я же ещё за подарком собралась. Я и в торговый центр. Ну, короче, я сегодняшний день первый оставлю, а другие дни... В общем, я хочу в Глорию Джин зайти. Я уже вижу тут Глорию. Потом в бассейн. Потом канатка у нас. Это всё не сегодня будет, я думаю. Начали прям жужжать, прям, когда я говорю. Потом канатка. Потом в Сочи мы планируем съездить. Тоже погулять там. Ладно, пройду потом, вернусь. Только что мы прошли перекрёсток. Вот он, он, буквально, перекрёсток. Потом здесь переменная какая-то ресторан. Чайхана, чтобы вы понимали. Здесь такой реально городишко. Но он просто небольшой, он такой маленький, его можно обойти. Такой город. И очень классненький вообще. Вот я бы жила вот в таком месте. Единственное, что от самой цивилизации, именно от города дел всяких далековато, да? Неудобно. Я бы хотела, чтобы вот такой город был где-нибудь в центре города. И такой был, как бы, в закуточке. Ну, чё, я пока мечтаю, мечтаю. Я обязательно найду такое место. Так, туда мы не поедем. Какой-то ресторан «Люди», я вижу. Пойдём обратно. Горная лыжная школа. Вина Кубани. Всякие магазины. Здесь, в общем, много всего. Нам надо сначала посмотреть апартаменты. Ещё мне надо подзарядить мой фотоаппарат, мою камеру. Вот, и тогда я уже обоснуюсь и посмотрю, что нам нужно взять из продуктов, что мы будем готовить, что мы будем заказывать. И вообще. Сегодня планирую в торговый центр зайти. Вот, нам нужно выбрать подарочек Лене. Ну, хотя, о чём? Цветы... Ой, кстати, цветы хотела. Блин, интересно. Надо пройти дальше. Может, там цветы будут. Ну, какое день рождения без цветов, блин? Я хотела купить ещё в Ростове, но думаю, они завянут. Нашла цветочки. Взяла 21 штуку, потому что мы все молодые. Нам всегда 21. Чтоб не напомнить, вот какие красивые. свежие, сказали, что это местные, что только их сорвали сегодня. Класс. Красивые очень цветы. Бутоны такие плотные. Надеюсь, понравится. С днём рождения, Ленок! Смотрите, какие здесь красивые цветы. Даже не цветы, это какая-то зелень. И она какая-то очень красивая. Выходим мы из горки города. И какая-то женщина приглашает всех в столовую. Называется печь. Тут пирожки по 25 рублей. Я говорю, ну-ка, ну-ка, нас пригласите. И вот нас пригласили. И действительно здесь нормально мы набрали, да, в принципе. И борщик, короче, домашнюю еду. Можно ничего не готовить, можно здесь всё есть. Это очень круто. Пирожки взяла с капустой, с картошечкой. Вот. Кристинка взяла там брокколи и рис, но она у меня на диете. Как всегда. В общем, хорошо сидим. Здесь очень много места, очень так просторно. Мы на диванчиках детское. Это вообще супер. То есть на еду не разоримся. В общем, до заселения осталось полчаса. А, 50 минут? Да. Так, Деня, кака? Выкинь каку. Мы обожрались. Ещё остался пирожок целый. И салат столичный остался целый. Вот так здесь вкусно и много кормят. И недорого. Здесь даже есть какой-то квест-проект комнаты. Представляете? А вот аллея, кстати, по которой можно погулять. Тут ивы. Часы какие-то там большие. Ну что, мы зашли в номер. И я более чем довольна, потому что номер оказался великолепным. Я попросила, чтобы у нас был обязательно вид. Не обязательно балкон, но обязательно вид хороший. Я ради этого сюда ехала. И в итоге у нас и балкон, и вид хороший. Сейчас я вам покажу. Итак, первая, заходя слева. Нет, давайте первая, заходя. У нас тут немножечко бардачок. Кристинка свои вещи разбирает ещё. А я же разобрала. Здесь у нас вот такой мини-гардероб. Там сложены все, вся обувь. Вот там утяжок, как видите, да. Мы можем здесь готовить. Плита, вытяжка, куча всего. Я уже тут разложила. Разложила наши вещички кое-какие. В номере есть чайник, холодильник. Есть, мы уже его придали чуть-чуть. Вот такая офигенная стойка есть, но она сейчас вся в хламе, потому что первое, что мы пришли, сразу бросили сюда вещи. Вот такой вот, как это, гостиная, да. Денечка тут кушает у нас сейчас. Телевизор. И самое крутое, это балкон и вид. Это вообще... Ю-ху! Какой вид! Спасибо моей карме за то, что я что-то хорошее делала в прошлой жизни. Движение, как я люблю. На улице прекрасная погода. Вы видите, я в маечке. И на самом деле, ну как бы чуть прохладненько, но очень круто. Думаю, сладкий. Так, ты не выходи. Идем, идем показывать. Все-все, все-все. Все-все. Заходи. Короче, вот такой вот. Все, Дэнни. Все, пошли дальше. Да, тут немножко еще ремонт идет. Мы заходили, кстати, там за дверью. У нас какие-то ремонтные прям полы снятые. Вот, значит, наша спальня. Дэнни уже здесь поел, бросил, наследил. На самом деле, здесь очень много места. Вот здесь вот можно что-то поставить. Не знаю, прям вот место свободное. Шкафчик, окошко у нас здесь есть. Мы уже разложили свои вещи, сейф. Вот, с зеркалом. Вот там вот. Только что-то на одну сторону съезжает немножечко все это дело. Не пойму почему. Наверное, мы на склоне, потому что. Вот. Кровати две отдельные. Их можно как раздвинуть. Но мы вот здесь вот проложим одеялко. И Дэнни, потому что посредине спит, мы вам все классно сделаем. Кристина здесь, ближе к окошку я. Ближе к краю, потому что всегда бегаю. Здесь еще отдельная комната есть, в которой вот мы вещи свои оставили для того, чтобы не портить весь вид. Вот. Вот так вот. И также хотела показать вам ванну. И, кстати, я в ней еще не была, на самом деле. Туалетик. А можно мыть полы самим. Я так понимаю, что здесь не упирают, наверное. Вот такая ванна. Душевая. И вот такая вот красота. Короче, я довольна. Я довольна. В общем, мы заселились. Все замечательно. Сейчас малыш спит мой. Кристина с ним тоже прилегла. А я иду в магазин. Во-первых, мне надо купить шапку. Я забыла шапку. Очень успешно. Вот. Кое-какие там вещи малом посмотреть. Обувь. Точнее, обувь. Потому что я только сапоги взяла. Ну, как бы, шлем в сапогах. По квартире тоже. В сапогах не кайф. Вот. Зарядку надо посмотреть. Опять мой айфон не заряжается никак. И там молоко такое все. Знаете, там утром кофе, чтобы попить. Молочко. Кофе взяли, молока, сахара нет. Вот иду. Мы идем к именинце стукать. Так у них то же самое, что у нас. У них такое же расположение. Заходим. У вас тоже ремонт тут. Ой, так у вас тепло. Чего ты говоришь, что у вас холодно? На, какой стол. Хочу есть. Мы пришли, а нас же ждут всякие вкусняхи. И шампьюсик. И венюсик. Кирюша, привет. Я вообще-то снимаю. А что ты там кушаешь, интересно? Вкусно тебе? Ничего. Пока ничего не кушаешь? Ура! Ура! Именинница. Мама! Мама! Девчули, прикиньте. Тут такие оливки. Первый раз пробую здесь внутри. Здесь внутри кроветка. Мама! 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 Ой, это видео! А мы фоткаемся вообще, девчонки. А мы ее случайно. Случайно попались. Вот и милиции. Мы нажрались. Лену толкаем, чтобы она пошла с нами снимать вкусняшки. Ты будешь? И не пауз. Хорошо. А она... Чуть-чуть не только придем. Выпьедрилась. Куда еще вкусняшки? На завтрак все отложим, да? Дэнь, что ты плачешь? Закипел. Ну-ка, иди сюда. Иди целуй маму. Давай, покажи, как ты маму любишь. Как ты маму любишь? Хейтер. Моя мама как-то любит только пухучку маленькую. Хей, хейтер. Истерики, а это отручки. Такой большой. Это ты хочешь домой уходить? А какой вкусный дом. Три шахарада. Три шахарада. Три шахарада. Тибуря, 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 Пошли. Держи. Чуть не упала. А свечки? Я иди, кашу. Моя, моя, Кирюша. Стой. Давай, мега взгляд Кирюши. Смотри на меня. Я тебя фоткаю. Боже, вот это мужчина растет. Держи. Ваше. Кирюши. Кирюши. Субтитры создавал DimaTorzok